Добрый день, дорогие друзья! С вами вновь Алексей Шахин и мы продолжаем наше занятие по подготовке к IELTS. Сегодня мы поговорим о факторе везения и о том, какую роль он играет при сдаче экзамена. Мы знаем, что два раздела из четырех, а именно разговорный и письменный, оцениваются человеком, а не машиной. Поэтому человеческий фактор полностью исключить из уравнения не представляется возможным. Также ни для кого не секрет, что список экзаменаторских требований напичкан всевозможными общими выражениями типа редко используемый вокабуляр, широта грамматического диапазона, разнообразие интонационных оттенков и многими другими. Поэтому вполне естественно, что разные экзаменаторы, оценивая одного и того же студента, могут дать ему разные баллы. Из личного опыта я могу сказать, что когда я в своё время проходил инструктаж по тому, как оценивать экзамен IELTS, нас в группе было несколько человек и зачастую я находился именно в этой ситуации. То есть каждый из нас в качестве тренировки давал свой балл одному и тому же студенту. Какой из этого можно сделать вывод, что IELTS это рулетка, кому-то везёт, кому-то нет и поэтому нет смысла готовиться? Конечно же нет. Возьмём для примера тот же грамматический диапазон. Один из его аспектов, который ни у кого не вызывает сомнения, это необходимость использования разных времён глаголов. И если за 15 минут общения с экзаменатором вы, допустим, кроме Present Simple, не использовали ни одного другого времени, то вряд ли вы можете рассчитывать на высокий балл. Вы спрашиваете, спросите, ну хорошо, а сколько же нужно тогда использовать этих времён? Мы знаем, что всего их 12. Так сколько их нужно? 3, 5? Мы сказали с вами, что в списке экзаменаторских требований точных цифр нет. На что тогда ориентироваться? И вот здесь, если вы занимаетесь самостоятельно, то действительно ваша подготовка зачастую напоминает игру в казино, потому что вы не знаете, чего именно от вас ожидает экзаменатор, и вы вынуждены гадать, как правильно себя вести в той или иной ситуации. И неудивительно, что большинство таких игр заканчиваются провалом, то есть вы не набираете нужный балл, и, соответственно, вынуждены тратить дополнительное время и деньги на пересдачу и переподготовку. В чём же решение? Дело в том, что, несмотря на то, что IELTS – это действительно не точная наука, такая как, скажем, математика, и в списке экзаменаторских требований действительно нет ни одной цифры, Если вы занимаетесь опытным инструктором, то он или она на основе сотен предыдущих экзаменов и устных выступлений и сочинений в состоянии вам объяснить, чего именно вам не хватает до нужного вам балла и в каком объёме. Можно сказать, что сдача экзамена IELTS совмещает в себе и точную науку, и искусство. И в данном случае хорошая новость для большинства из вас заключается в том, что если нам не нужен балл 8 или 9, то 90% нашей подготовки будет ориентировано именно на точные науки, а не на, как я его называю, фристайл или креатив. То есть, другими словами, если нам достаточно 7 баллов, то мы просто должны строго следовать указаниям опытного наставника, эксперта в отношении формата, в отношении того, что и как делать. И стараться поменьше креативить, поменьше фристайлить, потому что в этом нет необходимости до где-то 7,5 баллов уж точно. Подведу итог. Я надеюсь, что вы теперь понимаете, что ни в коем случае нельзя пускать подготовку на самотёк. Наша задача под правильным руководством свести фактор везения, а вместе с ним и человеческий фактор к минимуму. Я благодарю всех за внимание. Пишите вопросы в комментариях, ставьте лайки. Кто хочет пообщаться лично, милости просим. Бронируйте бесплатную консультацию. Я отвечу на все ваши вопросы. С вами был Алексей Шахин. IELTS BMW. Мечты сбываются. Как в последнее время, я заканчиваю наши уроки онлайн новым слоганом Stay safe, stay home, stay alive.